Крыши текут, ветхое жилье разваливается, подвалы затоплены. Ответственные лица исполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Жители этого дома боятся, что их жилище скоро развалится. Вот она вся проводка везде, вот все это. Лестница, смотрите, вообще. А у нас больные колени, мы вообще не можем. А света бывает вообще здесь нет и куда ступаешь, не знаешь. Жителям этого микрорайона отрезали воду. Как жить в 40-градусную жару без важного ресурса? Платить мы в его заводу согласны так же, как по тарифам, как по всем остальным, как по газу, как по электроэнергии. И снова микронная 137. Люди жалуются, что в многоэтажке уже много лет не проводили никаких ремонтных работ. Жильцы боятся, что скоро от их дома ничего не останется. Ремонта нету нигде. Лестница на первый этаж невозможно пройти. Ногой нельзя встать. Все падает. На третьем этаже кран бежит, пожарный кран. Там стенка разваливается. Никто ничего не хочет делать. Стена заваливается. Вон, видите, что есть. Он скоро обрушится. А с той стороны, где у нас туалет на пятом этаже, вообще кирпичи вываливаются. Скоро упадет. И я полечу первая оттуда. Подвал периодически затоплен уже на протяжении около 8 лет, говорят жильцы. Было предписание администрации города. Они устранили. Как бы все. Воду выкачали. Но это ненадолго. Они ее выкачивают. И она буквально через 2-3 месяца опять появляется. Опять полный подвал воды. И, говорю, ситуация не меняется. Дом подмывает. Соответственно, цоколь уже весь обрушивается. Ну, до аварийности осталось недолго. Почему текут трубы? Объясняю. Потому что раньше были только общие кухни, ванны, туалеты. Когда сняли статус общежития, почему-то решили, что можно в каждую комнату провести эти стояки. Без согласования. Соответственно, водоразбор и поток канализации увеличился. И, соответственно, бывает, что и не исправляется эта труба большая, допустим, в выходные дни. Весной установили приборы учета отопления и горячей воды. А пять лет назад сделали капремонт, реализовав около полутора миллионов рублей. Возле моей комнаты загорелась проводка. Электрик пришел. Я говорю, я вызывала. Они сказали, нам не дает администрация ни лампочки, ничего. Я не сегодня, а завтра загорюсь. Работа еще савдеповская, алюминиевая. Тут все. Мы просто полыхнем и все здесь. Никто ничего не делает. Зато сделали, отчитали, сделали капитальный ремонт. На самом деле ремонта не было никакого. Просто зашли, поменяли вот эти лампочки, плафоны и все. И уехали. По словам директора УК, заменили распределительные шкафы, стояки, электрощитки на площадках, ввод в дом. Если говорят, что там не сделано миллион четыреста, сделано. Потому что один распределительный щит, который стоит в электрощитовой, стоит почти 700-800 тысяч. Директор управляющей компании Андрей Николаевич нам сказал, ну мало денег, было 10 рублей. Мы понимаем, что это старый фонд. Мы добавили 13. Он говорит, добавьте хотя бы пару рублей, я вам поставлю хотя бы в подъезд двери, потому что собираются и подростки, ночами спать не дают. Мы добавили 8 месяцев, как бы текущее содержание 13 рублей, а ничего опять же не поменялось. Однако в управляйке говорят, денег все равно не хватает. Приходится частично перекрывать долг неплательщиков. Именно по строке содержания помещения, вот мне выслали тут распечатку, 421 591 рубль. А общий долг дома составляет вместе с отоплением, с горячей и холодной водой, вывоза мусора 4 883 531 рубль. Жильцы хотят заключить прямые договоры с поставщиками ресурсов. Кстати, сделать они это могут и без участия управляющей компании, путем проведения собрания. Причем это выгодно для тех, кто платит, и невыгодно для должников, подчеркивает эксперт. Да и сменить УК никто не запрещает. Главное сделать из управляйки союзника, а не врага. Здесь, наверное, все-таки стоит поискать какую-то, я говорю, либо большую компанию, для которой это не будет проблемой. И у них там есть и своя техника, и прочие разные вещи, и они за счет внутренних резервов какое-то время могут подтянуть этот дом уже до какого-то такого состояния нормальной эксплуатации хотя бы. И уже в дальнейшем вывести. И люди будут сразу видеть это отношение, и с долгами уже таких проблем не будет, и прочее. И, соответственно, платить они будут охотнее уже, скорее всего. Либо поискать кого-то, кто с амбициями хочет чего-то доказать, показать на примере. И тоже уже мы видим, что если вы говорите, тариф подняли, то есть люди уже готовы, соответственно. И в этой ситуации, ну, я все-таки верю в то, что может найтись какая-то управляющая компания, даже из каких-то только входящих на рынок, но которые хотят доказать, что вот они умеют, могут. Как прожить месяц без жизненно важного ресурса воды? Жители микрорайона Радужный, поселка Бельмесево, знают не понаслышке и крайне возмущены действиями ответственных за это лиц. Вот. Вот, пожалуйста. Все, удовлетворено. Так воды у Галины Смуровой нет с 5 июня. Больше месяца она не может нормально помыться, приготовить еду и постирать одежду. Без всякого письменного уведомления и устного сообщения. Среди белого дня никто ничего не ожидал. Отключили как раз, когда жара была под 40 градусов. Иногда с водой помогают соседи. Раз в три дня приходится и самим заказывать воду. А вот посадки на огороде частично пропали, говорит Галина. Кстати, Смуровы не единственные, кому отрезали воду. Среди них пенсионеры-инвалиды. Микрорайон Радужный является коттеджным поселком на основе долевого строительства. Водоснабжение микрорайона Радужный осуществляется от трех артезианских водозаборов. В настоящее время водопровод находится в стадии незавершенного строительства. Обслуживание данных объектов осуществляет предприятие Аппарель. Источники водоснабжения водопроводной сети микрорайона в реестре объектов муниципальной собственности Барнаула не значатся. По информации предприятия Аппарель, отключение абонентов от сети водоснабжения производится в связи с высокой задолженностью за обслуживание инженерных сетей, а также с отсутствием договорных отношений. Жители подтверждают, за водоснабжение не платят. Однако утверждают, что готовы только на основании договора, который с ними упорно не хотят заключать. Договора на поставку воды у вас нет по сей день? Да, по сей день такого нет. У меня проблем с электроэнергией нет. Как нет и по другим платежам, и по газу, и по вывозке твердого мусора. Ну вот, вся проблема с водой. С ним разговаривать без толку, он агрессивный очень. Мы ходили, лет пять назад мы ходили, ну как договор, чтобы заключить на поставку воды. Так он нас выгнал и оскорбил. Жители утверждают, что с них требуют целевые взносы. Кто их оплачивает, того не трогают. Однако за несколько десятков лет существования поселка никаких улучшений. Да и вода из трубопровода течет по-прежнему техническая. Что такое целевой взнос? Объясните мне. Вот мы 30 лет уже, 31 год здесь. И никто мне до сих пор не может объяснить, что такое и за что я плачу целевой взнос. Это раз. Следующий вопрос задаем. Кто такой товарищ Воробьев? ООО АПОРЭЛЬ. На каком основании мы должны к нему ходить и клоняться? Так в конце того года жителям пришло СМС заплатить порядка 8 тысяч до конца года. Ни одного пункта о внесении изменений в договор нет. Ну а если нет, я и заплатила 3 990 по договору 10 года. И вот я сейчас сижу уже более полугода и думаю, сегодня мне отключат или завтра мне отключат. Кстати, попытки отрезания воды случались и ранее. Также в один год было очень жарко. Жара была страшная. Он подъехал и отрезал воду. У меня был еще живой мой муж и муж соседки. Они встали на этот колодец. Он решил засыпать наш колодец глиной. Водитель отказался засыпать. Все, он сел в саму машину и стал засыпать. Сейчас засыпал мой муж, я не буду про другого говорить, до пояса. Общаться руководитель частной организации «Апарель» с нами отказался. Однако мы направили официальный запрос. Формально там придраться с точки зрения закона вряд ли выйдет. Там не все так просто. Там у него то, что он добывает, это у него она идет как техническая вода, которая не является питьевой. И во многом там на него регулирование, касающееся питьевого водоснабжения, оно не распространяется. В этом и есть уловка. Эксперт советует снова подать жалобы в ведомство, особенно в прокуратуру, и приложить документы, что жители являются льготной категорией населения, а также обратиться к депутатам. У нас, по сути, Апарель на этой территории является монополистом в поставке ресурса. Пусть это не питьевая вода, но все равно это ресурс некий. Соответственно, если она является монополистом и ведет себя недолжным образом, у нас есть федеральная антимонопольная служба, на минуточку, на Ленинском сидят. Надо туда обратиться, народу. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи.